Весенняя уборка в этом году по поручению главы администрации Самары стартовала раньше обычного, еще в марте. В ближайшие недели улицы Самары предстоит очистить от мусора, благоустроить парки, скверы, установить новые урны, скамейки, отремонтировать остановочные павильоны, обновить фасады. Губернатор Самарской области Николай Меркушкин обратился с призывом к трудовым коллективам присоединиться к наведению чистоты в городе. Организации и предприятия становятся активными участниками апрельской генеральной уборки. Вооружившись граблями и лопатами, убирать двор вышли работники городской поликлиники номер 3. Эти женщины не только лечат пациентов, но и борются с пережитками зимы и человеческой невоспитанностью. Сменив белые халаты на рабочую одежду, сотрудники третьей поликлиники отправились расчищать прилегающую территорию. Колоть лед, вырошить снег, убирать мусор. Татьяна Лунина работает в поликлинике уже 20 лет. Говорит, коллектив здесь дружный, сотрудники все привыкли делать сообща. У нас маленький уютный дворик, больные у нас постоянные, и все привыкли к тому, что у нас очень чисто и уютно. Маленький дворик несложно держать в чистоте. Снег ворошили, подметали, обрезали деревья, розы, сирень. Все деревья во дворе работники поликлиники высадили сами. Каштаны, ели, даже рябину. Говорят, летом здесь настоящие сады семирамиды. Красоту наводят не только для себя, для пациентов. Патриотический порыв, чтобы очистить территорию, чтобы быстрее можно было выйти во двор на солнышке для пациентов, чтобы они могли отдыхать. Татьяна Петровна Блинова третью поликлинику посещает несколько лет. Уверена, порядок во дворе поднимает настроение и помогает быстрее выздороветь. Убираешь дома у себя, так и здесь. Это же их родной дом. Мне приятно заходить в этот двор. На большую уборку работники третьей поликлиники выходят регулярно. Когда во дворе подсохнет, сменят лопаты и грабли на кисти и ведра. И будут красить лавочки, урны и белить деревья. Такому примеру могут последовать все неравнодушные самарцы. И в апрельские дни внести свой вклад в благоустройство города. А 18 апреля состоится традиционный субботник, к участию в котором приглашаются все горожане. Алина Чемерис, Алексей Золотенков, События. В разгар весенней уборки на улице города ежедневно выходят усиленные бригады дворников МП благоустройства. Больше 350 человек. А на субботниках работают порядка 700 сотрудников муниципального предприятия. Городские кварталы чистят 150 спецмашин. 15 улиц уже готовы к работе поливомоечной техники. Остальные очищают от пыли с помощью уличных пылесосов. Приступить к мойке еще 30 улиц планируют через неделю. На еженедельном штабе по благоустройству прошло совещание с ресурсоснабжающими компаниями, которые тоже приступили к уборке охранных территорий рядом с сетями. Особое внимание к объектам потребительского рынка крупные торговые сети смогли наладить процесс уборки мусора рядом с магазинами. А вот рынки и отдельно стоящие киоски все еще не справляются. Руководство торговых точек обяжет установить собственные контейнеры для мусора. А в течение трех дней уборку мусора должны организовать собственники автостоянок. Срок очень короткий, срок недели. Нам губернатор поставил срок 12 апреля, когда мы должны полностью убрать мусор. Покраска там и все остальное, где-то мы начнем чуть раньше, но понятно, что до 1 мая у нас продлятся некоторые виды работ. Но мусор у нас, коллеги, должен быть убран до 12 апреля. В ближайшую субботу сотрудники городадминистрации и руководители департаментов проведут объезд районов, чтобы выявить проблемные точки. На субботник 4 апреля выйдут не только дворники, но и сотрудники предприятий. В преддверии празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной особое внимание уделят благоустройству памятников, стел, мемориальных досок. Кроме того, более тысячи самарских ветеранов в этом году получат подарки от городских и областных властей. Им бесплатно установят счетчики на газ и воду. Большинство участников войны уже обзавелись новыми приборами учета. Для ветеранов это хорошая возможность серьезно сэкономить на коммунальных платежах. Вера Александровна Файзулина и сейчас очень энергично. За считанные минуты успевает поставить чайник, накрыть на стол и два раза переодеться. В этом году ветерану труда, кавалеру Ордена Отечественной войны второй степени, исполнится 90 лет. 65 из них душа в душу прожила с любимым мужем и не тулой Ахмеровичем. Их судьбы всегда были очень похожи. Оба родились в Ульяновской области, оба в 18 лет начали боевой путь и воевали на 2-м украинском фронте. Но познакомились только в 49-м. Он 20 километров прошагал, чтобы меня увидеть. 25. 25, видишь, да, 25 даже. Вот. Ему сказали, что я приехала, вот хотим тебя познакомить с девушкой. И мы все просто посидели с ним всю ночь на лестничке. Ты кто такой, я кто такой. Он просто свою жизнь, весь свою жизнь. У него отец умер в 1937-м, меня расстреляли в 1938-м году. Всю войну Вера Александровна проработала медсестрой. Сначала окончила медицинские курсы, потом вступила в ряды Советской армии. Служила в составе зенитного артиллерийского полка 1856, который был сформирован в Куйбышеве. Говорит, профессию медика выбрала по одежке, понравился белый халат. И только позже осознала всю тяжесть выбора. Я видела их без ног, молодых людей, без ног, без рук. Тяжелые там, не то, что до войны лежали, долечивались, а живые раны. Мы встречали тех раненых сначала с поезда, с санитарных поездов снимали, носили на себе эти носилки. Потом укладывали в машины, из машины выгружали. Ее полк прошел огромный путь через Украину, Румынию и Венгрию. Победу молодая медсестра встретила в Будапеште. Вернувшись к мирной жизни, более 40 лет проработала в больнице Калинина. Сегодня Вера Александровна, несмотря на солидный возраст, все по дому делает сама. От помощи решительно отказывается. Но вот установки счетчиков искренне порадовалась. В последний раз платила по 500 рублей. У нас четверо прописано здесь. По 108, считайте, сколько это будет. Я платила. А жили мы вдвоем. Я очень рада. Большое спасибо. Меня поставили. Я добивалась этой счетчика. А сейчас я плачу. 90, 60 рублей. Сколько я там сгорела? Мне это ничего. Разница есть. Счетчики ко Дню Победы бесплатно устанавливают всем участникам войны. Новые приборы учета в течение года получат более тысячи человек. Установлено уже на сегодняшний день порядка 70-80%. То есть у нас осталось 150, где-то до 200 человек до конца года. По приборам учета по газу у нас очередь немножко поменьше. Мы для себя даже установили, учитывая, что эти приборы учета мы начали устанавливать только с января 2015 года. Поэтому мы для себя установили некий график. Вот в графику у нас на первый квартал. То есть как раз до 9 мая у нас попадает 254 ветерана. Большинство ветеранов новые приборы учета установят до праздника Великой Победы. Оставшиеся участники войны обзаведутся счетчиками до конца текущего года. Алина Чемерис, Максим Гусев, События. В 41-й год отправились самарские школьники на главной площади Самары. Развернулась квест-игра Куйбышев «Запасная столица». Девять команд со всех районов города соревновались в скорости и смекалке. Лариса Шалафастова и сняла, хорошо ли современная молодежь знает историю Великой Отечественной войны. Точка-тира-точка. Точка-тира-точка. Ра-ра-ра. Три точки. На расшифровку текста у команды считанные минуты. Квест-игра Куйбышев «Запасная столица» только на загадках и строится. За каждое выполненное задание команда получает букву. Кто первым соберет кодовое слово, тот и победил. Участники квест-игры признаются, готовились основательно. Мы специально повторяли очень много информации. Мы читали и книги разные, и в интернете находили разные информацию про наш город, про наши исторические достопримечательности. Мы и Куйбышев «Запасная столица» смотрели, мы и азбуку Морзе повторяли, и погоны повторяли, и звания, и все повторяли. Всего в игре 13 испытаний. Школьные команды соревнуются в умении ориентироваться на местности, скорости выполнения заданий, проверяют свои знания по истории. Все задания основаны на материалах интернет-проекта «Куйбышев «Запасная столица», который появился в сети интернет в этом году. На сайте размещена интерактивная карта, архивные фотографии и фильмы. Причем карта города сделана на основании карты, которую мы использовали из архива, она была долгое время секретной, это карта Куйбышева 1942 года. Все здания, которые нарисованы в 3D, это здания именно так, как они выглядели в 1941-1942 годах. Теперь самарские школьники могут прикоснуться практически к живой истории, ведь лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать в учебнике. Нам хотелось, чтобы по итогам вот тех соревновательных месяцев, когда дети работали с сайтом «Куйбышев «Запасная столица», проводили самые разные исследования, финальное мероприятие было бы непосредственно на том месте, где все и происходило. И мы очень рассчитываем на то, что это мотивирует детей на дальнейшие исследования и на новое какое-то ощущение своей вот этой сопричастности к истории родного города. Лучшие команды получат памятные призы. Организаторы пообещали, квест-игра станет Самаре ежегодной. Лариса Шлафаст, Максим Гусев, События. Еще один факт. Именно в Куйбышеве, когда он был запасной столицей, была написана «Седьмая симфония Шостаковича». Здесь же в марте 1942-го состоялась премьера произведения в исполнении оркестра Большого театра, который был сюда эвакуирован. Самара и сегодня старается держать планку. В развитие культуры вкладывают серьезные средства. Музыкальные инструменты каждой стоимостью, как новый иномарк, появились в Самарской филармонии. Парк духовых инструментов приходится периодически обновлять. Мариана Мирная выясняла, почему. К легкому, но сочному тембру нового альтового тромбона солист Самарской филармонии Николай Афанасьев еще не привык. Музыкант говорит, чтобы сыграться, понадобится время. «Здесь совсем другая система, и потом здесь, ну как, после большого возьмешь маленький, и сразу ощущается, да? Вот так и на инструменте. Здесь и подача дыхания совершенно другая, и регистр, диапазон высокий здесь. Здесь работаешь все время в верхнем регистре». Духовые инструменты, в отличие, например, от скрипок, быстрее приходят в негодность. Конденсат, который образуется от подачи воздуха внутри трубы, разрушает дерево. Поэтому так важно следить за обновлением духового парка оркестра. «Это позволит нашим музыкантам более ярко, интересно, качественно исполнять те произведения, которые у нас в репертуаре, и на которые приходит наша публика, которая любит слушать их». Высококлассные духовые инструменты приобрели при поддержке правительства Самарской области и Министерства культуры. Два кларнета – гобой и тромбон-альт – можно будет услышать на сцене Самарской филармонии в ближайшее время. Марианна Мирная, Максим Гусев, События. Увлечение только для настоящих охотников. В экспо «Волги» открылась выставка шоу. Алина Чемерес в ожидании лета выясняла, какими могут быть рыбалка, охота и активный отдых на «Волге». Десятки площадок, сотни экспонатов. Здесь есть даже удочки высотой с двухэтажный дом. Охоту и рыбалку в Самаре любят, уверены специалисты. Рыбаков не счесть, а вот любители погоняться за зверем в регионе десятки тысяч. Эта выставка проходит в преддверии охоты на пернатую вещь. Суббота у нас начинается охота на пернатую, которая продлится 10 дней. Мы, конечно, просим Господа, чтобы быстрее все растаяло, чтобы утка не по Волге шла, а хотя бы села на водоемы, которые внутри. Выставка, посвященная охоте, рыбалке и активному отдыху, проводится в Самаре в 12-й раз и считается одной из лучших в стране. Организаторы уверены, заинтересуют даже искушенных. Все новинки сезона, это касается как рыболовных снастей, технологий, так же и охотничьего оружия, которое буквально за моей спиной, наверное, видно. Но и не только оно. Здесь есть активный отдых, который представлен здесь и скалодромами. Выставка, рыбалка, охота и активный отдых на Волге продлится до 5 апреля. В последний день посетителей ждет конкурс приготовления ухи. Гости смогут отведать десятки разновидностей любимого блюда. Алина Чемерис, Дмитрий Мешканцов, События. И к новостям спорта. На 7 медалей больше стало в копилке самарской сборной подзюдо. Спортсмены вернулись в соревнования из Тюмени, где показали высший класс. На перроне победителей встречала наша съемочная группа. Под прицелом телекамер с цветами и аплодисментами встречают самарскую женскую сборную подзюдо. Спортсменки приехали из Тюмени, где блестяще выступили на первенстве России. Дарья Межецкая заработала свою первую золотую медаль в новой возрастной и весовой категории. Бороться пришлось не только с соперницей, но и с собой. Недавно девушка получила травму ребра. На каждое соревнование надо что-то преодолевать. Здесь именно было то, что это новая возрастная категория. Ну, это старшие уже люди, здесь опытные. Здесь борьба уже более другая, чем по юниорам или по детям. Здесь уже надо думать тактически, уже надо головой больше работать, а не просто как бы физически. Две золотых, три серебряных и две бронзовых. Полный комплект медалей привезли самарские дзюдоистки. Такого триумфа не знала еще ни одна сборная. На моей памяти не было такого, чтобы на одних соревнованиях столько медалей у нас было. Есть маленькие претензии к мужской сборной. Как всегда. Да, потому что одно, второе место – это слабый результат. Мужчинам есть на кого равняться. Девчонки не подкачали. Спортсмены еще раз доказали, что самарская школа дзюдо одна из сильнейших в России. Марина Матвеевична, Станислав Левин, События. Самара отметилась еще одним околоспортивным событием. С площади Куйбышева стартовал первый антикризисный марафон. Предприниматель из Москвы, устав от бессилия перед экономической ситуацией, решил пробежать дистанцию в полторы тысячи километров под лозунгом «Не потека, потею за ипотеку». Марина Матвеевична пыталась догнать бегуна. «Беги, Форест, беги!» «Вы не поверите, но я бегаю быстро, как ветер». Русский «Форест Гам», москвич Александр Капер намерен за месяц преодолеть дистанцию почти в полторы тысячи километров из Самары через Казань и до Москвы. Стартовал марафонец из сердца нашего города, с площади Куйбышева. «Несмотря на то, что я и спорт вещи не совсем совместимы, я решила присоединиться к первому антикризисному марафону и пробежать вместе с Александром небольшую дистанцию. Ну что, побежали». Марафон пройдет под лозунгом «Не потека, потею за ипотеку». Александр давно занимается бегом, но он не профессиональный спортсмен, и у него нет ипотечного кредита. Своим пробегом он решил поддержать и вдохновить всех, кто так или иначе пострадал от кризиса. «В условиях этого кризиса надо начинать делать невозможные вещи. Надо начинать решать проблему с кредитованием, решать проблему с ценообразованием на недвижимость, которая необоснованно, зачастую коррупционно завышена. Надо решать проблему вообще в целой отрасли, надо ее очищать. И если кто-то говорит, что это невозможно сделать, то то же самое можно сказать и про мой марафон, что его невозможно делать. Надо начинать делать невозможные вещи». Идею антикризисного марафона всего за неделю поддержали почти 70 тысяч подписчиков социальных сетей. Некоторые планируют присоединиться к марафону по ходу пьесы. Сопровождать бегуна будет его товарищ на автомобиле. «Здесь масса всего необходимого, поэтому не знаем, что нас ждет в пути. Здесь, соответственно, и питание, которое будет необходимо нам, если по дороге не попадется. Здесь есть и палатка, и спальные мешки. То есть, если переночевать придется возле дороги, то есть, где-то в лесу. Теплые вещи. Здесь пять пар кроссовок только на запас». В день марафонец планирует пробегать по 40-50 километров. Погода, говорит, как раз подходящая. Не жарко. А боевой настрой и хорошая музыка в плеере помогут не сбиться с пути. «Ну все, я схожу с дистанции. Не сказать, чтобы я сильно спотел. Ну и не май месяц. А ты беги, Форест, беги». Марина Матвеевшина, Станислав Левин. События. Как убежать от кризиса, знает и наш финансовый обозреватель. Новости экономики смотрите прямо сейчас. А у меня на этом пока все. Телефон редакции 202-11-22. Наш сайт samaragis.ru. Читайте нас в Твиттер, скачивайте приложение и смотрите телеканал «Самарагис» на экранах смартфонов и планшетов. Всего доброго и до встречи. Здравствуйте. Финансовые новости на телеканале «Самарагис». По данным Центробанка, за январь-февраль 2015 года российские банки выдали лишь 14 ипотечных кредитов в валюте. Это в 10 раз меньше аналогичного показателя предыдущего года. Общий объем валютных ипотечных кредитов за первых два месяца 2015 года в рублевом эквиваленте составил 458 миллионов рублей. Средняя сумма одного предоставленного валютного кредита в рублевом эквиваленте составила 32 миллиона 700 тысяч рублей. Это в 4,7 раза больше показателя аналогичного периода прошлого года. Что мы узнали благодаря этой новости? То, что до 14 человек с первого раза не доходят. Президент возмутился ростом долгов за коммунальные платежи у неотключаемых потребителей и потребовал от правительства обеспечить платежную дисциплину. За просрочку платежей предлагается установить норматив в размере 1,130 ставки рефинансирования. Это позволит исключить мотивацию неплатежей. Правительство разрабатывает еще несколько механизмов, которые заставят соблюдать платежную дисциплину. Правда, в правительство почему-то не учли фактор неуклонного снижения доходности, причем не только у граждан, но и у бизнеса. А тариф-то раз-то вот. На что только не готов Египет, чтобы туристов привлечь. Мусульманская страна готова открыть особые пляжи для нудистов. Причем это будет не один пляж, а целый комплекс, в который войдет примерно 30% пляжей на Амабей. Естественно, будут свои бары, рестораны и ночные клубы. Планируется, что комплекс будет огорожен от остального курорта высокой стеной, за которую проход местным жителям будет строжайше запрещен. А еще пляжи будут особым образом защищены от акул. Все правильно, нежную психику хищников надо беречь. Представляете, что они из-под воды увидят? Российский фондовый рынок открылся разнонаправленной динамикой индексов. РТС в первые минуты торгов вырос, индекс ММВБ снизился до уровня 1657 пунктов. Лучшей рынка торгуются акции ФСК ЕС, Мичелла, Камаза, Интеррао и НЛ Россия. В аутсайдерах бумаги Норникеля, Уралкалия, Пика, Магнита и Аэрофлота. К открытию торгов в России сложился смешанный внешний фон. Американские индексы накануне закрылись в минусе на фоне неблагоприятной статистики по рынку труда. Азиатские площадки демонстрировали преимущественно растущую динамику. Котировки черного золота немного отскочили наверх по сравнению с уровнем незакрытия вчерашних торгов в России. Курс доллара на 2 апреля 58,35 рубля, курс евро 62,74 рубля. Золото стоит 2216 рублей за грамм. Серебро стоит 31,07 рубля за грамм. Цена нефти марки Brent 57,88 долларов за баррель. Сегодня это все. Удачи в делах. Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин. И значит, вы смотрите Самарские новости спорта. ЦСК ВВ за чемпионский титул российской хоккейной лиги сразится с Ростовом. Триумф самарских дюдаистов на юниорском первенстве страны. Юниоры-теннисисты празднуют победу на первенстве России. Самарская сборная по настольному теннису достойно выступила на первенстве страны. В одиночном разряде Мария Толокова взяла бронзу, а уже в паре завоевала золотую медаль. В командном первенстве девушки заняли первое место, юноши – второе. В итоге по количеству наград самарскую сборную обошли только конкуренты из Екатеринбурга. Очередной день первенства страны под дзюдо принес самарским юниорам пять медалей. Одну золотую, две серебряные и пару бронзовых. Третье место у Валентины Костенко и Юлии Лаврентьевой. Костенко удалось побороть победительницу первенства Европы Веронику Романько. Серебром отметились Ольга Крюкова и Анастасия Конкина. Прошлогодняя чемпионка в финале проиграла землячке Дарьи Межецкой. У нее это был дебют на первенстве страны. В финале Российской хоккейной лиги ЦСК ВВС сыграет с Ростовом. В пятом решающем матче полуфинала плей-офф Ростов в овертайме победил Мордовию 2-1. До этого военные летчики обеспечили себе место в финале, одолев Смоленский Славутич 3-1 в серии. Первые матчи за золотые медали чемпионата страны пройдут в выходные в Ростове-на-Дону. Преимущество площадки не у самарской команды. ЦСК ВВС пятый в регулярке, ростовчане вторые. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.